Сначала на машине, потом на моторной лодке и в завершении несколько километров пешком. Именно такой нелегкий путь преодолели сотрудники госоходнадзора, чтобы добраться до места преступления. Это Чистопольский район, озеро Тары-Бары. Здесь находится среда обитания рака Ускопалова, который внесен в Красную книгу Республики Татарстан. Соответственно, полностью запрещен к вылову. На место обнаружили установленные раколовки. А так как здесь среда обитания рака Ускопалова, то этих раколовок тут быть не должно. Приехав на водоем, не сразу можно догадаться, какое преступление здесь совершено. Вокруг лишь завораживающая красота природы и успокаивающая вода самого озера, в котором плавают с виду обычные пластиковые бутылки. Но это только на первый взгляд. На самом деле они-то и выдают то самое скрытое в водах браконьерами орудие преступления – раколовки, которыми и вылавливают запрещенных Ускопалых раков. Увидев так называемые буйки, сотрудники госохотнадзора незамедлительно принялись за работу. Осмотрев озеро Тары-Бары, уже на надувной лодке им в этот день удалось вытащить из воды более 120 роколовок, которые впоследствии будут уничтожены. А пока греет душу то, что в этот день все пойманные раки были отпущены обратно в свою естественную среду обитания. К сожалению, данное бедствие сейчас проходит в огромных масштабах. Не только жители республики иногда балуются подобным, но и из других областей приезжает. В частности, очень много приезжает из Самарской области людей, которые ставят здесь подобные орудия лова на этого рака. Несмотря на принимаемые меры, сотрудники госохотнадзора уверены, что через некоторое время на этом месте появятся новые роколовки, а значит, им сюда еще не раз придется вернуться. Ведь браконьеров не останавливает и то, что за ловлю узкопалого рака, занесенного в Красную книгу, можно получить не только административное, но и уголовное наказание.